Ожирение в последние годы становится пандемией. Очень часто встречается, и самое главное, что теперь его стали называть заболеванием, потому что до недавнего времени ожирение просто рассматривалось как некая косметическая проблема, некое неудобство. Сейчас уже принято что-то заболевание, заболевание серьезное, и относиться к нему нужно именно как к заболеванию. В нашей стране более 500 тысяч детей зарегистрировано. По статистическим формам у них поставлен диагноз ожирение. Не избыточная масса тела, а именно ожирение. Но это верхушка айсберга. На самом деле таких детей еще гораздо больше, и наши эпидемиологические исследования показывают, что уже начиная с 7-8 лет, то есть дети, пошедшие в первый класс, в 7-10% случаях имеют ожирение. Мальчики чуть больше, чем девочки. Очень многое зависит от семьи, от культуры питания семьи, от каких-то национальных, религиозных привычек. Но очень редко у худых родителей встречаются полные дети. Как правило, конечно, это проблема семейная. И когда мы говорим о лечении ожирения, мы должны перестраивать культуру питания в семье. То есть мы должны менять привычки питания, установки в семье. Это нельзя изменить на неделю, на месяц, на год. Это нужно менять на всю оставшуюся жизнь. Этой еды зависит очень многое, зависит наше будущее. И очень многие болезни корнями уходят именно в детстве. То есть ребенок, который имеет ожирение с детского возраста, его ждут, в общем-то, целый комплекс заболеваний во взрослом состоянии. Это и само ожирение, этой проблемы с сердцем, этой проблемы с репродуктивной системой. Нельзя принимать еду автоматически. Прием пищи должен быть четко регламентирован, в общем-то, по времени. Еда ни в коем случае для ребенка не должна быть наградой. То есть вот выучишь уроки, сдашь хорошо экзамен, за это я типа куплю там мороженку или поведу в какое-то кафе. То есть еда — это не награда, это не удовольствие. Это, конечно, можно иногда себе позволять какие-то радости жизни, но это не должно быть системой. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Я бы хотела пожелать, чтобы наши встречи с друзьями не превращались в обильные застолья, в смену трех-четырех блюд, чтобы дети учились у нас этому и воспитывали своих детей в таком же духе правильного питания, правильного отношения к еде.